МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Компании занимаются разработкой, производством оборудования радиосвязи, в частности, коротковолновых устройств, передатчиков, усилителей мощности антенны системы, согласующих устройств, фильтров и тому подобные продукции. Значит, в нашей компании, собственно, две компании находятся у нас на площадке. Это Уранис радиосистемы и Уранис по заграничной ответственности. Традиционно мы всегда занимались поставками на экспорт в рамках компании Уранис. В нашем здании находится как разработка, так и производство техники. Компания Уранис радиосистемы была создана в 2014 году как предприятие, которое должно быть интегрировано в систему оборонно-промышленного комплекса России и занимается она на базе существующих научно-финанских заделов первой компании. Она занимается разработкой для нужд опыта России. В частности, сейчас, в данный момент, мы проходим стадию государственных испытаний перспективного передатчика КВ-диапазона на 5 кВт. Вот перед вами, в принципе, проходит все нормально. Мы, похоже, что это единственный передатчик перспективный, который сегодня существует в России, который реально работает. Много лет мы занимались этой техникой, есть определенный задел, и сегодня у нас, в принципе, более 50 изделий реализовано в рамках предприятия. Соответственно, возникает вопрос традиционный для таких компаний, как фиолиант или мы, возникает вопрос о переводе всего наработанного багажа, архивов, технических архивов, конструкторских архивов, в электронный вид, исключение влияния, допустим, человеческого фактора при управлении всем этим процессом, исключение ошибок при производстве. Соответственно, мы, это дополнительная фотография наших изделий, вот такое же смыслующее устройство, к этому 5 кВт, фильтры, батареи и так далее. Значит, на сегодняшний день у нас существует проблема. У нас есть ряд изделий, которые традиционно разрабатывались конструкторами еще старой школы. Они работают в основном в двухмерном изображении. Молодые ребята приходят, сегодня работают уже в 3D. Соответственно, у нас сегодня возникает вопрос совместимости этих систем в рамках единой системы учета конструкторской документации. Также у нас сегодня реализуется проект по системе управления версиями программного обеспечения. Ряд случаев, скажем, негативных, которые показали, что человеческий фактор негативно влияет, допустим, ошибки при передаче определенных проектов в производство. Значит, загружается не та, допустим, версия программного обеспечения, поскольку все устройства сегодня программно управляемые, то возникает всегда вероятность путаницы с версиями программного обеспечения и так далее. Кроме того, такая задача актуальна для поддержки этих устройств в дальнейшем сервисе, поскольку сегодня мы планируем, что срок жизненный цикл изделия включает где-то 10 лет эксплуатации после выпуска с производства, то, соответственно, нужно 10 лет что-то это поддерживать. Значит, должна быть история, активация истории программных версий. Если начнутся какие-то изменения в программных модулях каждого устройства, то оно нужно, естественно, отслеживаться и исключать какие-либо человеческие ошибки. Поэтому сегодня у нас достаточно много программных пакетов используется при проектировании это и производство, разработка схемных мишеней, расчет безмакетирования процессов в электронике, разработка программного обеспечения, соответственно, управляющих контроллеров, которые вставляются в устройство, разработка, расчет параметров антеннных устройств, согласующих устройств, в производстве, в разработке печатных плат также мы используем программные пакеты типа аркад. И, как я уже сказал, существует программное обеспечение для разработки еще старого типа, типа аркада, автотада, и сегодня новое 3D-проектирование производится уже в инвентаре. Соответственно, сегодня мы работаем над интеграцией всех этих программных пакетов и результатов нашей работы в виде электронного архива, который будет включать как двухмерные, двухмерные файлы, одномерные файлы и также трехмерные файлы. Соответственно, кроме того, предприятие активно использует сегодня электронные программы управления, в частности, мы в нашей экспортной деятельности пользуемся программными продуктами для дистанционного таможенного декларирования, поскольку сегодня вся таможенная деятельность у нас осуществляется в Москве дистанционно. И, соответственно, сегодня стоит такая задача по интеграции всех этих процессов на базе 1С, которая у нас внедрена была с 2014 года, электронный склад в единую систему управления предприятием. Редактор субтитров А.Семкин